добро пожаловать на канал hard reset info перед нами устройство samsung galaxy a22 и сейчас я покажу вам как выполнить правильную первоначальную настройку вашего телефона причем правильную я подразумеваю полным это очень важно и так нажимаем на кнопочку старт идем далее и выбираем русский язык после чего нажимаем далее подключение к мобильной сети пока что она не обязательно у меня сим-карта в принципе пока не вставлена поэтому нажимаю дальше после чего так у меня немножечко размытая картинка к сожалению давайте я сейчас это быстренько исправлю в общем то полная настройка она очень сильно важно в случаях если вы потом забудете например пароль как его восстановить без потери данных если вы не выполните в начале правильную настройку вы потом этого сделать просто-напросто не сможете итак принимаем лицензионное соглашение причем принимаем все позиции кроме рекламной информации рекламной информации нам не нужно все остальное обязательно нажимаем далее и так выбор сети вай-фай нужно подключиться к любой сети вай-фай и нажимаем подключиться нажимаем далее вы можете скопировать данные свои своего старого телефона samsung либо же любого другого пока что нажимаем не копировать пока что этот шаг пропускаем отлично теперь мы входим на наш аккаунт google это очень важно потому что телефон android не может полноценно функционировать без google аккаунта вписываем пароль от аккаунта после того как мы вписали пароль нажимаем далее принимаю отлично теперь смотрите выбираем сохранять резервную копию на google диске если вы хотите сохранять и доверяйте гуглу использовать местоположение и искать сети и устройства на это остановка оставляем включенным отправлять данное рабочее устройство гуглу абсолютно не не обязательно если хотите можете но нужным это не является и здесь вот этот пункт вы от него отказаться не можете поэтому и так нажимаем принять и ждем выбираем поисковую систему которую будем использовать на протяжении всего использования устройства я выбираю google и нажимаю далее после чего нужно защитить наше устройство можно защитить с помощью рисунка пин-кода пароля ну а до этого можно еще добавить распознавание лица либо же отпечатки пальцев пока что я отпечатками и лицом не буду баловаться просто выберу рисунок и придумываю простой код блокировка обязательно вы можете придумать самый простой банальный элементарный код если просто не хотите блокировать телефон но если вы хотите чтобы телефон полноценно функционировал нормально работали банковские приложения и остальные чтобы не было потом каких-то неизвестных ошибок у приложений которые требуют безопасности тогда пароль любой нужно установить хоть самый простой самый банальный который наверняка не забудете и угадает все вплоть до четырех нулей но придумать нужно затем активация ассистента с помощью ok google вы можете этот пункт пропустить но не нажимая на кнопку не сейчас нажимаем да еще приложение это все мы нажимаем ok если хотите установить дополнительное приложение там можно выбирать можно не выбирать но главное не нажимайте не сейчас нажимаем готово добро пожаловать нажимаем продолжить не нажимаем пропустить и отменяем приложение которое мы не хотим скачивать можете сразу выбрать какие-то приложения которые хотите я ничего абсолютно не выбираю и нажимаю дальше отменяю установку любых приложений и нажимаю установить то есть установить ничего вот таким вот образом это еще не все подождите вот установка верно настройку устройства еще не завершена ждем вот теперь у нас видите вверху появилась шестереночка здесь отверху мы берем спускаем шторку и и ищем на шестеренку почему-то у нас полу русский полу английский так эти моменты мы отпускаем вот подготовка к настройке видим завершите настройку устройства у нас появилось это окошко нажимаем сюда и до настраиваем наш телефон скопируйте приложение дано он опять меня об этом просит мы нажимаем не копировать идем дальше сервисы google опять принимаем то что хотим чего не хотим не принимаем вот собственно такое же положение сохранилось то что мы выбрали ранее samsung аккаунт наконец-то важно в него зайти очень важно вписываю логин он не сам предложил поскольку я уже вошел в гугл аккаунт и теперь нужно вписать пароль давайте-ка я впишу нажимаем далее разрешаем использовать службу персонализации это важно автономный поиск включаем и нажимаем принять уведомление об устройстве так код код я получу по sms потому что никакого из этих устройств у нас уже сейчас на данный момент нет ставим галочку пропустить двухэтапную авторизацию в следующий раз и нажимаем подтвердить личностью с помощью смс сообщения но это в моем случае потому что для меня так удобнее и жду смс-ку на свой телефон нужно выбрать на какой телефон смс-ку простите выбираем на какой номер телефона смс-ку получить выбираю номер телефона ой к сожалению выбрал не тот номер так секунду назад еще разочек код по sms да правильный вписываю код жду код вот от самсунга пришел код новый код выглядит таким образом и нажимаем проверить отлично вход выполнен теперь мы должны проверить несколько позиций в настройках открываем настройки и открываем samsung аккаунт так информация профиля устройства места способы оплаты изменения устаревшего пароля это не будем делать на сроке безопасности конфиденциальность samsung клауд поиск устройства вот открываем пункт и видим убеждаемся в том что он у нас включен дальше удаленная разблокировка пин-код рисунок разблокировки или пароль будут надежно храниться в самсунг благодаря этому вы сможете разблокировать телефон если забудете способ разблокировки важно включить этот момент очень важно если вдруг вы хотите чтобы если вдруг вы забудете свой пароль чтобы можно было его потом восстановить без потери данных ну собственно и все можете обновлять это приложение хоть сейчас можете не обновлять его это уже такая тема отдельная ну а на этом уже буду с вами прощаться самая важная настройку мы выполнили буду с вами прощаться ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии и до скорых встреч до свидания если önemli до свидания всем пока пишите внимание чтобы это